Всем привет! Сегодняшний выпуск новостей мы совместим с презентацией компании Apple. Почему? Потому что на самой презентации новых айфонов таки не показали. Аналитики были верны, правы, они все как бы угадали. Молодцы! Каково это смотреть презентацию без новых айфонов? Изначально кажется, что это довольно азартно, потом весь азарт улетучивается, потому что на первых же минутах тебе говорит Тим Кук. Сегодня мы говорим про iPad и Apple Watch. Тем не менее, сама презентация была поставлена великолепно. Это качество стрима было такое, что просто Netflix, дайте мне такую же картинку. Показали новые продукты, говорим сейчас о них. Итак, Apple Watch Series 6 в четырех новых цветах. Во-первых, это, конечно же, голубой цвет, который все долго ждали, такой темно-голубой цвет. Product Red тоже будет очень популярным, наверняка цветы обновили. Стальную версию она будет теперь золотая. И SpaceGuy тоже очень красивые. Часы работают на процессоре S6, который построен по архитектуре А11 Bionic. Якобы этот процессор стал на 20% мощнее двухъядерный процессор. Часы, наконец-то, научились измерять уровень кислорода в крови. Это очень полезная функция. К тому же, как заявляется, они будут это делать постоянно и даже уведомят тебя, если у тебя уровень крови упал, кислорода в крови. Это тоже очень важно, потому что у конкурентов эта процедура происходит очень долго и часто сбивается. И нужно заново измерять, измерять и еще раз измерять. Также появилась новая функция, которая позволяет тебе отслеживать количество пройденных ступенек в реальном времени. То есть, ты поднимаешься по ступенькам и тебе показывают раз ступенька, два ступенька, три ступенька. Наверное, для кого-то это будет полезно. Нельзя не обратить внимание на новые ремешки, потому что это отличительная особенность всех Apple Watch. И теперь они прям действительно очень красивые, особенно плетенка. Очень хочется себе часы именно с такими ремешками. И также сделали еще и новый ремешок, который называется Solo Loop. Это цельный ремешок, который вообще никак не отстегивается. То есть, ты его просто надеваешь, и Apple говорит, что с ним якобы удобнее спать в часах, отслеживать циклы сна и так далее и тому подобное. Ну, как говорится, будем посмотреть. Ну и еще показали Apple Watch SE. Бюджетные часы, которые ориентированы для людей, которые только заходят на этот рынок фитнес-гаджетов. И еще их рекомендуют детям, мальчикам, девочкам. Потому что там это все дело сейчас объединено единой экосистемой. Они будут стоить подешевле. И при этом эти часы в два раза быстрее, чем Apple Watch Series 3, которые, кстати, тоже будут продаваться. И ценники там следующие. 400 долларов за Apple Watch Series 6. 200 долларов за Series 3, которые до сих пор будут продаваться. И 279 долларов за Apple Watch SE. И знаете, что сказали? Сказали, что в комплекте ко всем часам теперь не будет поставляться адаптер питания. Да, это сбывается. Этому делили большое внимание. То, что вся окружающая среда. Мы беспокоимся за это. Как всегда это делает компания Apple. Очень любит этим хвастаться. Видимо, в новых iPhone'ах будет то же самое. Но вот новый iPad, который показали на презентации, как бы имеет некоторые интересные особенности, которые мы точно должны увидеть в новых iPhone'ах. И это прям, ну уж как интересно. Показали два новых iPad'а. Обычный iPad 8-го поколения, который тоже проапгрейдили. Стоит 300 с чем-то долларов. Его я вообще буду пропускать, потому что это будет самое непопулярное у нас решение. А вот новый iPad Air, это совсем другое дело. Он позаимствовал, как мы уже и предполагали, дизайн от iPad Pro. У него большой экран 10,9 дюйма. Это Liquid Retina. Это максимальное разрешение. Это Face ID. Это мощнейший процессор A14 Bionic. Вот это первая как бы пасхалочка. Новый 5-нанометровый техпроцесс. Мощнейший процессор, у которого скорость ядер на 40% больше, чем у предыдущего поколения. Графика на 30% мощнее, чем у предыдущего поколения. Просто что-то невообразимое. Но главная фишка, это новая клавиша со встроенным сканером отпечатка пальцев. Ну как новая фишка? У Android разных устройств уже давно, но как бы не хватало очень этого у Apple. Face ID это хорошо, но когда хочешь рукой, не можешь. Мы уже соскучились. Это будет кнопка со специально встроенным сканером, покрытая еще отдельно сапфированным стеклом. И это мы должны ждать в новом айфоне. И знаете, что говорит компания Apple? Стоимость этого iPad 600 долларов. И якобы если вы возьмете любой ноутбук в такой же ценовой категории, то он будет в два раза медленнее, чем этот iPad. И в принципе я в это верю. К слову, iPad-у-то исполняется 10 лет. И компания Apple говорит, что они продали 500 миллионов планшетов. Это ни хрена себе какой показатель. И в принципе неудивительно, что даже вот эта презентация без айфона неплохо пошла. Ее было интересно смотреть. Теперь Apple Watch, iPad это абсолютно независимые продукты, которые в принципе, ну в принципе с натяжкой достойны отдельной презентации. А компания Apple, как всегда, вообще в плюсе. Показала нам эти два продукта. Вроде бы в грязь лицом не упала. И нас теперь еще ждет новый айфон. И эта презентация вообще наведет фурора. Да, еще на презентации Apple показала новый фитнес-сервис, который называется Fitness Plus. Там огромное количество тренировок. Стоит это все дело 10 баксов в месяц. Я не знаю, как для нас это интересно. Вот американцы верят, что там практически каждый сейчас человек на карантине покупает себе какие-то подписки по фитнесу и занимается дома. Як это будет просто невероятное предложение для американского рынка. Также показали единую систему, ту самую Apple One. За 15 баксов в месяц ты можешь себе приобрести пакеты разные. Там 15 баксов и дороже. Максимальный, по-моему, 35 долларов в месяц, который объединяет себе и музыку, и телевизор, и новости, и облако, и так далее, и тому подобное. Тоже, если хотите окунуться в экосистему Apple, наверное, это для вас будет актуально. Но, в принципе, больше-то о презентации сказать нечего. Ждем айфонов, хотя отмечу, что качество самой презентации, постановка просто выше всяческих похвал. И пока весь технологический мир смотрит за тем, что же компания Apple представила на своей презентации, я воспользуюсь моментом и расскажу вам о компании, которая сделала в вопросе безопасности тоже свое технологическое чудо, похожее на то, что сделала компания Apple со смартфонами в 2007 году. Я говорю про систему безопасности AJAX. Системой безопасности AJAX, а я говорю на собственном примере, потому что AJAX стоит даже в нашей студии, огромное количество людей избавилось реально от головной боли, связанной с подключением, проводами и прочими неудобствами в вопросе безопасности. О безопасности говорится не только про ограбление, но еще и пожары, наводнение дома и прочие другие вещи. И самое главное, что этим всем вы можете управлять и следить со своего мобильного устройства, находясь где угодно. Сначала я установил систему у себя дома, а после неоднократных случаев, когда на дверях нашей студии вдруг начали появляться магнетики, решил, что и здесь она очень даже необходима. Сегодня к нам приехали три гаджета. Новый HUB 2 Plus, датчик движения с камерой MotionCam и модуль Multitransmitter. HUB 2 Plus это централь, которая отвечает за взаимодействие всех устройств системы и обратную связь с пользователем и охранной компанией. К нему можно подключить до 200 различных датчиков AJAX и управлять ими через мобильное приложение. Но главная особенность обновления заключается в четырех каналах связи. Как и раньше, можно подключить хаб к интернету при помощи кабеля Ethernet и через Wi-Fi, а также появилась возможность установить сразу две сим-карты с 4G. Если вы, как я, решите перейти на новое устройство от AJAX, то есть обновить свою систему, самое удобство заключается в том, что ребята в этой компании предусмотрели это все дело и процесс импорта занимает около 15 минут. Все это делается лично вами, без вызова какого-либо мастера. Главное, предупредить свою охранную компанию, если вообще анонус как бы есть. Но если есть, то нужно сказать, что я перехожу на новое оборудование, чтобы они об этом обязательно знали. К особенностям здесь можно отнести возможность создания до 64 сценариев использования системы, покрытия площади до 35 квадратных километров при условии подключения в систему 5 ретрансляторов AJAX-REX, а также возможность работать с двумя сотнями датчиков и пользователей. Это новый датчик MotionCam со встроенной камерой. Если кто-то проник в ваше жилище, офис, либо склад, он сразу же это фиксирует, делает несколько фотографий и присылает к вам на смартфон сигнал тревоги и снимки. То есть показывает, что реально сейчас происходит. Очень удобно. По сути, этот датчик спокойно закрывает вопрос установки камеры и датчика движения. При этом не будет затронута ваша конфиденциальность. Все данные шифруются при передаче и хранении, а фотографирует он только в момент тревог. Если у вас уже есть какая-то старая система сигнализации, система безопасности, вы все это дело можете осовременить при помощи вот этой монструозной штуки. Это мультитранспитер. Сюда это все можно подключить. И теперь это все тоже будет работать в рамках системы AJAX удаленно со смартфона. Для всех подписчиков канала Лучкова будет действовать специальная скидка 10% на Starter Kit. И все подробности будут по ссылке в описании к этому видео. Пользуйтесь. Безумно полезная штука и главное необходимое в наше время. Если вы думали, что презентациями компании Apple закончатся все сладости этого сентября, ну тут-то было еще в июле, я говорил, что в сентябре начнется настоящее рубилово брендов. Будет презентация за презентацией. Конечно же я не беру во внимание такие презентации, как компания LG с его смартфоном LG Wing, непонятным кому он нужен. Но, тем не менее, допустим, на следующий день у нас будет презентация PlayStation, где собираются показывать новые игры на PlayStation 5. И здесь сразу же возникает вопрос, вроде же уже была пресс-конференция, где показывали всякую индюшатину, там какие-то ремастеры GTA, Horizon новые, что ж еще. Ну, как говорится, компании Sony, как всегда, все припасено на последний момент, для того, чтобы слово было последним именно за ними, так как Xbox'ы показали замечательные консоли с сумасшедшим ценообразованием, должны же чем-то японцы крыть, конечно же, своими эксклюзивными играми. Я не хочу ничего громко говорить, но если они покажут какой-нибудь God of War или новую, еще там какую-нибудь свою супер-мега-игру с Натаном Дрейком, если вы понимаете, о чем я говорю, я просто охренею. Ну, а кроме того, 30 сентября нас ждет презентация компании Google, да, те самые Pixel 5 на Snapdragon 765, там уже заговариваюсь, в общем, сентябрь будет сумасшедшим, но новости на этой неделе не заканчиваются, и на этой неделе произошло огромное количество сумасшедших курьезных случаев. Сейчас вы будете орать. Таможенная служба США отрапортовала просто во всех СМИ, во всех социальных сетях, и даже склепала пресс-релиз о том, что им удалось задержать в Нью-Йорке, в аэропорте имени Джона Кеннеди, небывалый контрафактный товар, подделки на AirPods с какой-то сумасшедшей партией в 2000 коробок, стоимостью чуть ли не 400 тысяч долларов. И знаете, что самое смешное в этом? Сейчас вы просто охренеете. Когда их аккаунт в Твиттере опубликовал фотографии задержанного товара, пользователи посмотрели, говорят, так это ж новые наушники OnePlus, которые недавно презентовали, это ж не подделка. В общем, это очень смешная ситуация, насколько вообще рынок дошел в копировании до того, что действительно, если покажешь обычному человеку какие-то очередные китайские наушники, скажут, ну это AirPods, или подделка на AirPods, к тому же там какая-то очень странная форма вот этого корпуса, как будто действительно какая-то зубная нитка, а не наушники. Сами наушники безумно похожи действительно на AirPods, но дальше произошло следующее. Как бы им это объяснили, что вот это не подделка, это реальный бренд, который завозится в США, продается. Они говорят, нет, мы отказываемся, типа, принимать такую позицию, потому что все-таки, несмотря на то, что это китайский бренд, OnePlus, мы знаем эту компанию, это все-таки настолько похоже на AirPods, что давайте считать, что это подделка. При том, что сама компания Apple к этому вообще никакого отношения не имеет, никакие там комитеты суды к этому отношения не имеют, никто не подавал никакой иск о том, что AirPods копируются другими брендами, просто вот так вот таможник решил. И все-таки это подделка, надо бы задержать. Хотя потом начали пересчитывать стоимость, почему они заявили почти 400 тысяч долларов и посчитали по стоимости этих наушников от OnePlus и количество коробок, там получается сумма 198 тысяч долларов. Если так посудить, какая-то, знаете, очень мелкая партия для рынка США. Если так посмотреть, то Apple AirPods продают такое количество чуть ли не в час каждый день во всем мире. С другой стороны, можно сказать, вот OnePlus опять подфартило. Черный пиар это тоже пиар, хотя, если сейчас подумать, как себя чувствует SEO-компания OnePlus, который долгие годы со своей командой пытался укорениться на американском рынке, создать хоть какую-то репутацию в глазах пользователей, а здесь просто на государственном уровне говорят, что мы там задержали китайские наушники копия AirPods. Я представляю, как очень передергивает. Думаете, на этом курьезные случаи закончились? А вот и нет, потому что в интернете всю неделю пестрила новость о том, что якобы компания Xiaomi со своим любимым субподрядчиком Huami готовит коллаборацию вместе с компанией Tesla. Якобы делают умными смарт-часы Amazfit Tesla Edition. Даже вроде пост есть с приглашением на презентацию, официальным тизером. Я еще сижу и думаю, что-то тут не так. Но Tesla это самый передовой автомобиль в мире. Какой смысл им связываться с бюджетными китайскими часами? Это как-то что-то не вярится. И мои опасения предсказались, потому что один из ресурсов ClearTechnica написал об этом новость, опубликовал ее в Твиттере. И тут это дело заметил Илон Маск. И сразу же отреагировал. То есть как бы заголовок звучал таким образом, что Tesla собирается выпускать новые смарт-часы в партнерстве с китайскими ребятами. Илон Маск написал, говорит, это абсолютная херня. Ну не дословно абсолютная херня, говорит, это неправда. А почему неправда, знаете, что сказал Илон Маск? Он сказал, что смарт-часы и смартфоны это продукты вчерашнего дня. А будущее за Нейролинк. Так что, ребята, выстраиваемся в очередь за чипированием. Ну это я уже от себя доволен. Ребят, на этом, собственно, все. Обсуждаем новости в комментариях. Ждем субботний выпуск новостей, потому что, я думаю, после презентации Apple скроется еще невероятное количество подноготной информации. И инсайдерской, и просто от таких, знаете, людей, которые любят ковыряться и разрезать презентацию на части. А что там нам да не рассказали. А что там сказали потом после на интервью каким-то блогерам. Будет интересно, подписывайтесь, заходите в Telegram за свежими новостями. Всем пока!